Время возмущений. Чего ха-ха-ха. Я 19-го числа, нет, 10-го числа, я забронировала две экскурсии. Сейчас мы приходим, они говорят, нет, на Болгар уже нет мест. У них все брони начинаются с 30-го декабря, а меня там нет. Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлом ролике я рассказала вам о том, как я ездила в конный клуб «Серая лошадь» у нас в Межгородской области, как я отлично провела там время. 30-го декабря мы с моим другом Федором отправились в Казань праздновать Новый год. Приезд в Казань. Всем большой привет, сегодня 31-го декабря и мы сегодня приехали в Казань. Всю ночь в автобусе, где мы ехали, играло радио и прямо надо мной висел динамик, я чуть не сошла с ума. Я не смогла уснуть, поняла, что заработала, наверное, аллергию на русскую попсу. Но, слава богу, периодически включали Макаревича, радио Монте-Карло и я даже смогла часть где-то вздремнуть. В 4 часа утра мы прибыли в Казань и в 5 часов утра мы уже заселились в гостиницу. Гостиница называется Старый город. Пока что лично я в восторге. Тут не очень большая комната, но очень приятная, уютная. Ортопедический матрас на кровати, ортопедические подушки, обогреватель. В общем, все очень классно. Достаточно тепло, я отогрелась, очень долго отогревалась, потому что на улице было минус 13, кажется, градусов. В номере есть холодильник, есть электрический чайник, подают воду каждый день, пакетики чая, пакетики кофе, сахар. Также можно пойти на кухню, там погреть еду в микроволновке, взять стаканы, тарелки, в общем, всю посуду, которая необходима. Сама гостиница находится на берегу озера Кабан. Это очень близко к центру, буквально 15 минут, и вы уже на Бауманке, 30 минут до Кремля. То есть все очень близко, мы на метро практически не ездили. Хотела бы немножко рассказать о том, как бронировала гостиницу. Мы хотели поехать на Новый год, куда-нибудь, либо в другой город, либо вообще в другую страну. Рассматривали варианты с Чехией, либо с какими-то теплыми странами. Но в Новый год цены какие-то конские, они в 2-3 раза выше, чем обычно, чем в другое время. И решили, что съездим в Казань на 4 дня. И 10 декабря я стала бронировать. Сначала я решила забронировать жилье, и потом билеты. Сначала мы подумали, что было бы классно жить в квартире, арендовать посуточно. Но когда я стала обзванивать нескольких арендодателей, оказалось, что квартиры 31 декабря стоят 10 тысяч. В обычное время полторы. А с 1 по 7 января они стоят по 4 тысячи. Естественно, этот вариант отпал, потому что дешевле поселиться в отеле, в гостинице. Я написала сразу несколько мест, где мне понравилось. Но, к сожалению, все места уже были заняты. Даже если это какая-то сеть достаточно крупная, уже все было забито. И только в отеле Старый Город я нашла последний номер двухместный. Забронировала его. Причем мне не пришлось вносить никакую предоплату. Мы сюда заехали сегодня. Попросили, чтобы нам сделали раннее заселение. За 4 дня мы заплатим 10 500, и плюс раннее заселение стоит 1700. Где и что мы ели? Мы решили, что завтракать будем в отеле тем, что мы купим в магазине. Потом на обед мы пойдем в какое-то местечко, кафе, ресторан. А на ужин пойдем также в магазин. И мы узнали, что буквально в 4 минутах ходьбы от гостиницы есть магазин в Ахитле, где мы закупались едой. Мы покупали там кусок курицы. Я брала то рагу, то какую-то картошечку, то рис, как гарнир, овощи. Покупали там оч-почмаки местные, треугольные пироги с курицей. Вот обедали мы в разных местечках. Но, к сожалению, нам так и не удалось попробовать местной кухни. Потому что 3 января, когда мы наконец-то решили добраться до татарской кухни, оказалось, что все вот эти ресторанчики, они просто забиты людьми. 31 декабря мы кушали в торговом центре «Кольцо» на фудкорте. Но там еда нам не понравилась. Мы брали суп, брали запеканку. Мы решили туда больше не возвращаться. 1 января мы зашли в Акият. Это кафе на улице Баумана. Переводится как «Сказка». Сегодня 1 января, сейчас 13 часов. Балагина кафешек на Баумана. Закрыты. Глинтвейн? Да. Я буду глинтвейн. Да. Ты будешь глинтвейн? Да. Там мы заказали пасту. И вот там, в принципе, мне понравилась карбонара. Мы там выпили глинтвейна. Ну и также решили туда больше не возвращаться. Хотя еда нам там понравилась. Ну, просто решили в следующий раз перекусить в другом месте. Ну, а 3 января, походив по улице Баумана, по местным ресторанчикам, где подают татарские блюда, мы поняли, что мы не выстоим просто этих громадных очередей. И пошли также на улице Баумана. Есть пельменные. Фёдор заказал там русских пельменей. Пельмени очень домашние, очень вкусные, с настоящим фаршем. И бульончик отдельно. Бульончик. Ну, а я угостила с варениками, с картошкой и грибами. Тоже очень вкусные. Всё это подавалось со сметанкой, с зеленью. Очень вкусно. Вот это местечко я бы рекомендовала. Прогулки и экскурсии. 31 декабря, после того, как мы проснулись, мы решили сходить погулять по улице Баумана, дойти до Кремля. Зашли, конечно же, в Кул Шариф, в мечеть, которая находится в Кремле. Ну, туда я захожу каждый раз. Да, в принципе, мне кажется, каждый человек, кто бывает в Казани, обязательно заходит в Кул Шариф, посмотреть, как там красиво. Это можно делать каждый раз. Каждый раз это интересно и не надоедает. По улице Баумана, кстати, ходили лошадки, ходили зебры, которые приставали к людям и разводили их на фотографии, для того, чтобы потом попросить денег. Фотографии с такими лошадками стоят 200 рублей за человека. Мы нафотографировались, ну, в принципе, классные получились фотки. Фотографии с такими лошадками стоят 200 рублей за человека. Это первый год к семейному центру Казан. Тут одна из городских площадок, где на улице, кстати, очень тепло и все празднуют. Доехали мы на казанском метро, хотели доехать на автобусе, но, к сожалению, не поняли, откуда уезжать. Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас мы с волнением и надеждой ждем наступления Нового года. Время возмущений. Еще 10 декабря я посмотрела сайты, заказала две экскурсии. На вечерние огни Казани и вторая это поездка в древний Болгар. 19 декабря я перезвонила в это туристическое агентство подтвердить бронь. Мне высылали ваучер, сказали, да, все, мы вас записали, все, классно, приезжайте, оплачивайте. Но когда 1 января мы пришли оплачивать обе экскурсии, оказалось, что нас вообще нет в списках. Сейчас мы приходим, они говорят, нет, на Болгар уже нет мест, у них все брони начинаются с 30 декабря, а меня там нет. Блин, я возмущена. Ну что такое? Почти за полмесяца, блин, позвонили, они, гады, такие нам местные сбронировали. Ужас. Я не буду им хорошие отзывы оставлять. Ну они там, видимо, обзвонили всех людей, кто бронировал места, оказалось, что кто-то отказался, поэтому нам сказали, что места есть, слава богу. 1 января вечером мы отправились на экскурсию вечерней огни Казани, и, если честно, у меня от этой экскурсии очень смешанные чувства. Из плюсов этой экскурсии могу назвать только то, что она была автобусная, ведь на улице было минус 13 градусов, а также то, что нас сопровождал экскурсовод, которая всю дорогу рассказывала о том, что мы проезжаем. Но из-за того, что окна были запотевшие, а на улице было достаточно темно, ничего не было видно, насладиться городскими пейзажами было просто невозможно. На сайте турагентства обещалось, что мы будем выходить возле самых красиво подсвеченных мест в Казани. Иллюминация там и правда потрясающая, но в итоге мы вышли только у театра Экият. Ни тебе дом из земледельцев, ни тебе чаши, ни каких-то других мест. В итоге мы вышли недалеко от своей гостиницы, немножко постояли, послушали экскурсовода и ушли, потому что очень замерзли. Когда я стала подготавливать это видео и в очередной раз заглянула на сайт турагентства, оказалось, что этой экскурсии уже просто нет. Видимо, она людям не зашла. Тратить 570 рублей не совсем понятно за что, но такое себе удовольствие. А 2 января мы все-таки поехали в Болгар, так как места нам все-таки нашли. Из Казани мы выехали в 9 часов утра и около 3 часов провели в дороге. До города Болгара ехать 190 километров от Казани. Это древняя столица Волжской Булгарии, город, в котором в 922 году был принят ислам. В Болгарии мы провели около 5 часов. За это время мы посетили древние городища, сохранившимися памятниками архитектуры 13-15 веков, а также комплекс мавзолеев 15 века. Мы побывали в здании, которое называется «Памятный знак в честь принятия ислама». Там хранится самый дорогой и большой в мире печатный Коран. Весит он 500 килограммов и внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Также мы побывали в интерактивном археологическом музее болгарской цивилизации. Около двух часов дня мы наконец-то пошли на обед, где в качестве первого блюда нам был подан суп. Как мы поняли, это национальный татарский суп с мелко нарезанной лапшой. И вот считается, что если девушка-татарка умела мелко резать такую лапшу, значит она была уже готова выйти замуж. Недалеко от места, где мы обедали, расположилась невероятной красоты Белая мечеть. Это одна из красивейших мечетей современной архитектуры, благодаря которой болгар стали называть российским Дубаем. Туда нам тоже разрешили пройти и даже немножко поснимать. Во время этой экскурсии мы узнали, например, историю ислама, историю Корана. Услышали множество красивых легенд, связанных с этим местом. Если вы никогда не были в Болгаре и собираетесь поехать в Казань, обязательно посетите это место. Особенно, если любите историю и такие старинные памятники архитектуры. 3 января мы уже, если честно, устали отдыхать, и поэтому у нас была такая достаточно лайтовая программа. Но я в интернете нашла, что есть потрясающий музей естественной науки Татарстана, где находятся скелеты динозавров. Советую обязательно посетить это место, особенно с детьми, потому что музей интерактивный, и там есть очень много интересных элементов, в которые могут дети поиграть. Например, они могут попробовать раскопать останки динозавров, покрутить макеты земли, покормить древних рыб в доисторическом аквариуме, и даже пообщаться с обитателями ледникового периода. В музее 12 залов, в каждом есть смотритель, и вот в одном зале мы не строго-настрого запретили снимать видео, хотя фотографировать можно. Пройдясь по всем 12 залам, мы увидели и уникальную коллекцию минералов, и образцы метеоритов, упавших в различных районах Земли, огромное разнообразие ископаемых беспозвоночных, обитавших в древних морях, панцирей трилобитов, различные причудливо закрученные раковины аммонитов, ну и, конечно же, скелеты динозавров, мамонтов, шерстистого носорога и даже пещерного медведя. И также мы узнали, что на территории Кремля находится музей оружия, дух воина. Он был открыт в 2017 году, достаточно новый, в нем представлены археологические находки, связанные с вооружением и воинской культурой древних и средневековых народов, которые жили на территории современной России с бронзового века до эпохи Золотой Орды. Среди экспонатов было, например, боевое оружие, начиная с кочевых племен, защитное снаряжение, пояса и украшения воинского костюма. Мне, например, стало интересно то, что воины носили на поясах специальные накладки, которые рассказывали все об этом человеке, от того, из какого он рода, вплоть до того, какую веру он исповедует. То есть это было чем-то на вроде аналогов современных погон. Вот так замечательно я провела этот Новый год. Я надеюсь, что вам было интересно со мной побывать и в конном клубе, и в Казани. Если вам понравилось видео, если вам понравился такой формат, буду очень рада, если вы поставите лайк, если подпишитесь на канал, если этого еще не сделали. Обязательно пишите, как вы отметили Новый год, в каких городах России вы бы порекомендовали побывать, где вам понравилось. Ну а с вами была Наталья Ксенчак. Всем до встречи, дорогие друзья, и пока! Субтитры подогнал «Симон»!